Здравствуйте, Алексей Ильич. Я переживаю кризис веры. Нужно ли просить у Христа умножить веру или нужно ждать, когда Он её пошлёт? Как обрести веру в условиях дикой суеты и когда самыми ближними внушается ежеминутно, что нет вечности, нет Бога? Вопрос очень хороший. Многие жалуются на это. Могу вам назвать следующие два положения, которые чрезвычайно важны при рассмотрении этого вопроса. Первое – вы, наверное, конечно же, читали Евангелие. Если не читали, то надо почитать, естественно. И там однажды Христос говорит – «Как вы можете иметь веру, принимая славу друг от друга?» Ну, какую славу? Вы не думайте, мы люди простые, и нас никто не собирается прославлять всемирно. А как? Ищем похвалы. Ищем. Ищем, когда нас при многих людях хвалят, указывают на наши так называемые добродетели, добрые дела наши и так далее. Это чрезвычайно важно знать. Оказывается, вот это желание похвалы, желание, если хотите, славы, вот это тщеславие, попросту говоря, так оно убивает веру. В чём дело? А в том, что я от людей уже хочу, я в людей верю, оказывается, больше, чем в Бога. Твоя слава, Господи! Ну, ладно, хорошо, а вот мне вот сейчас нужно, чтобы меня похвалило. Помните, у Грибоедова замечательная фраза такая? Ах, Боже мой, что скажет, княгиня Мария Алексеевна! Оказывается, вот это желание, которое присутствует в нашей душе и с которым мы постоянно сталкиваемся, каким образом? Как мы огорчаемся, когда нас ругают, когда нас критикуют, как мы улыбаемся и весьма довольны и радуемся, когда нас хвалят. Вот один из законов духовной жизни, который прямо указывает нам на чрезвычайно важную причину того, что мы теряем постепенно веру в Бога. От людей мы ищем, а ты, Господи, пока отойди. Второе есть ещё. Второй момент чрезвычайно важный. Помните, вот опять обращаясь к Евангелию, помните, когда ученики не смогли исцелить одного бесноватого мальчика? И отец уже в отчаянии обращается к Христу, помоги мне! Христос исцеляет. Ученики потом спрашивают, а мы почему не могли? Вы учтите, почему они спрашивают. До этого Христос дал им право, если хотите, силу, если хотите, исцелять людей от всяких болезней. Они ходили, исцеляли, а здесь вдруг стоп! И ничего не получилось. Что ответил Христос? Этот дух изгоняется только молитвою и постом. Под постом в данном случае, разумеется, не тот пост, который вот наступит через неделю. Потому что это только каноническая сторона. Это, так сказать, правила церковные, установленные правила. Хорошие, полезные, нужные. Но нельзя ограничиваться этим только правилом. Под постом в данном случае Господь разумеет воздержание наше в плане, в плане не только наших дел, не только нашего желудка, но нашего несчастного языка прежде всего, которым мы, я не знаю, что только творим. Недаром апостол Иаков писал Язык – это неудержимое зло. Вы подумайте только одно осуждение это, что творит. Всех осуждаем. Один я хороший только. Никто больше ничего не понимает. Воздержание языка, удержание, воздержание других наших чувств, мыслей, желаний, намерений, целей. Так вот, оказывается, оказывается, что неверие – это есть одна из страстей, один из грехов, один из бесов. Вот о духах вообще у нас учение не очень-то разработано, но святые отцы прямо говорят, что, оказывается, каждый бес заведует своей страстью. Поэтому помните в Евангелии опять, как Господь сказал «Дух слепой и глухой, повелеваю тебе, выйди!» И исцеляется, начинает видеть и говорить. Так и здесь «Дух неверие». Вот кого мы допускаем в свою душу и который нас мучает, и как он изгоняется? Только молитвою. Молитвой какой? Покаяния, осознание себя, наконец, что я грешный, не эти люди, которых я всех осуждаю на всех углах и в самом себе. А я грешный, меня, Господи, помилуй! И при этом не только молитва, а ещё и борьбой своими желаниями, своими чувствами, своим этим языком и прочим вещами. Итак, вот как нужно бороться с этим бесом неверия. Ну что ж, помоги вам Бог только. Да не только вам, очень-очень многим. Субтитры создавал DimaTorzok